Я хочу вам рассказать про стили современной живописи. Буквально основные пункты каждого стиля, коротко и по три, по четыре стиля. Вот я взяла таблицу из сети, она довольно смешная, очень показательная. И тут возникает вопрос, зачем нам нужны все эти знания о стилях? Ну, это мировая культура, это история, а для учащихся это еще необходимо для понимания, что в принципе представляет собой изобразительное искусство. И хочу я начать с масштабного такого течения, с импрессионизма, который появился в конце XIX века, который разделил развитие живописи на до и после и дал толчок всем о авангардном течении. Общие черты – это изображение здесь и сейчас. Это отказ от академизма и салонности, выход из студии на пленэра, особенно с появлением красок в тюбиках. Это акцент на главный, без деталей, отказ от палитры и лисировок. Это свет, блики, мерцание, дрожь. Это вот такой праздник и пикник. У нас в России представлено много работ. В Пушкинском музее это Мане, Ренуар, это Коровин, Кончаловский, ранний Герасима. Вообще, даже сказать, что художники работают на произведении своего творчества в разных стилях. И это, поэтому Матис, частично это импрессионист. И стили у них перетекают, вот она вот другой, плавно, по мере творческих их идей. Пуантелизм – это тот же эксприанизм, только вот эти импрессионистические мазки, они сделаны в точку. То есть они делаются точками, что даёт такое вот ощущение света, воздуха, чистоты. Это Синьяка, Сера, тоже в Пушкинском. И, наконец, Модерн, Орнуво. Основные черты Модерна – это декоративность, плавность линий, растительные мотивы. Люди изображались почти как боги, но при этом в плоскости, как на плакатах. Это Климт, Альфред Моха, Берцлей, из наших Добужинский, Бакст, Бенуа. Уникальность этого стиля – то, что он охватывает всё. Изобразительное искусство, декоративно-прикладную архитектуру в Гауде, дизайн, ювелирное искусство, ну, Тиффани, посуда, мебель. И вот идея «Жизнь в искусстве красивее, чем в реальности». Но это всё закончилось с началом Первой мировой войны. Вот это понятно. Работы тоже в наших музеях можно посмотреть. Треть модернистов приводят, мол, выставки часто в Москву. Следующее течение – это фавизм. Это самое первое авангардное течение. Оно просуществовало недолго. Это кричащие цвета, это энергетика, цветовые эксперименты. Цвет как самостоятельный элемент. Ему не нужно соответствовать реальности. Матисс частично, Брак, Дюфи. Вот быстренько про четыре стили я вам рассказала. И дальше слушайте мои уроки про следующие стили.